Драйфаст группа, мы вместе здесь, Арик, Альбина, и мы здесь, и мы рады, чтобы вас поздравляю, Любовь. Я надеюсь, я вам назвал свой номер правильный. Окей, Любовь, он говорит, что эта встреча была организована различными группами, которые связаны с голоданием, то есть есть две группы, которыми я руковожу, и вот Фредерик тоже руководит одной группой, поэтому... И что мы очень рады вас приветствовать здесь, Любовь. Благодарю. Я тоже рада приветствовать вас. Спасибо большое. Я также очень рада вас приветствовать здесь. Итак, мы это группа, которая делает фастинг вместе. Мы делаем это неделю и мы делаем это месяц. Лука, значит, наши группы занимаются голоданием. Вот у нас международные группы, вот и мы голодаем все вместе. То есть у нас есть группа, которая занимается еженедельным голоданием, раз в неделю. Вот, а есть группа, которой Фредерик руководит, которая занимается голоданием каждый месяц, но более продолжительным. Молодцы. Ну, что мы говорим. Ну, что-то, что-то вы скажете? Ну, мы тоже, что-то много, что у нас я думаю. Ну, пожалуйста. That's why we got interested. We got interested in having your story, because it's truly sorry that I knew about you, that you are doing quite well with autonomy. Но кроме этих голоданий наших, нас очень интересует тема людей, которые в той или иной степени свободны от еды вообще. И поэтому нас очень заинтересовала ваша история, поскольку вы, по нашему впечатлению, как бы очень стабильно автономите. Дело в том, что достаточно постепенный у меня путь в этом направлении. И складывалось так, что, в общем-то, такая была некая последовательность в переходах поступенчатая. Одну секунду, Люба, мне просто нужно перевести после каждых нескольких предложений, хорошо? Хорошо. Хорошо. И так сложилось, что Вселенная буквально вытолкнула меня для того, чтобы я рассказывала об этом. На самом деле я не планировала это делать, потому что я почувствовала вкус праны, насколько это потрясающе. И уже ушла эта худоба, то есть зародилась симбиотная микрофлора, она включилась, включились внутренние резервы. И я подумала, что это просто прекрасно. И так, что у меня удалось сделать это. И я не могла прийти, чтобы я не очень-очень планировал, чтобы я не был в этом, где я не был в этом месте, которое означало, что эта симбиотическая микрофлора turned на. Дело в том, что многие наивно полагают, что нет процесса синтезирования внутри, как будто бы все происходит каким-то сказочным путем. А на самом деле, когда мы дышим, через воздух идет вода, но и питание, потому что в воздухе много бактерий, фрагменты грибов, чего там только в воздухе нет. И если в тело это попадает, симбиотная микрофлора работает с этим материалом. Окей, lots of people think that it's a kind of a magic, kind of a magical, you know, like flip from one side to another. Now you can, but now you can live on prana. But people do not understand this idea that while breathing, we actually consume lots of food. Because in the air, you have certain microorganisms, you have certain, like little mushrooms even, like fungus. You have other things, and once we start breathing it, there is this symbiotic process that is starting, and our symbiotic microflora starts working with this particular material. And that's how it works. Это первый аспект. Так как мы многогранны, так же и здесь задействован комплексный подход. То есть, работай. Сейчас одну секундочку, сейчас одну секундочку, Любовь. So, that's the first aspect. And it's important to remember that we have lots of facets, and we have to approach all these subjects in a complex, in a, like, multifaceted, multifaceted way. Второй аспект – это идёт питание дополнительное от внешних резервов. So, the second aspect is that we have external sources of feeding as an aid process, as a helping process, as an additional process. То есть, идёт питание от пространства. So, what does it mean? It means that we get nourishment from space. То есть, неботерапия. Sky therapy. Если даже солнышка нет, ты всё равно смотришь сквозь небо и становишься небом. То есть, это питает тебя. Even if there is no sun in the sky, nevertheless, you look through the sky, and you become the sky, and it nourishes you. Далее, третий аспект – землетерапия, если это можно так назвать. Землетерапия. То есть, ты обязательно ходишь босиком. Но в моём опыте это так. То есть, я переехала на землю, я прям выхожу на землю босиком. Либо, если я работаю с большим количеством людей, я просто ложусь нит на землю. Это тоже питание. То есть, третий аспект – это землетерапия, если вы можете сказать это так. Это означает, что вы вообще ходите на землю, на землю. Она говорит, что это было так, в моем случае. То есть, что ходите на землю, на землю и получите nourishment от земли. И она говорит, что это был не мой случай, потому что, в какой-то момент, я переехала на землю. Следующий аспект – я обливаюсь ледяной водой. Но это давно уже полюбившееся моё занятие. И я продолжаю это делать. То есть, либо я где-то нахожусь у водопада, у родника. Если я не имею возможности, я просто обливаюсь ледяной водой. Вот это тоже питание. То есть, в моем случае, это было время, когда я делаю это, то есть, что у меня есть холодный, айс-вотер-шоуэр. И это может быть, что я стою в водопаде, или что-то еще одно, что-то водопаде. Или, если они не доступны, я просто делаю эти холодные водопады. То есть, в моем случае, это комплексный подход. То есть, я не говорю однозначно, конкретно о чем-либо. То есть, я так полагаю, изучая себя, что это некая квинтэссенция всего. То есть, вся Вселенная способствует тому, чтобы ты жил на питании светом. То есть, в моем случае, подход очень комплексный, очень многократный. То есть, я не говорю о одном из отдельных аспектов. Это комплексный подход. Это как будто все телевизоры скажут, что сейчас ты должен быть ледяным, или ты можешь быть ледяным с ледяным. Большое количество людей пишут мне, что пугаются худобы, которые начинают происходить. То есть, человек худеет. Должно произойти вот это обнуление. И в большинстве своем это так. У меня был длительный период, когда были кожа до кости буквально. Но потом, ты как будто бы формируешь себя. И ты не полный, не худой. То есть, ты средний, как задумано природой в этом воплощении. То есть, твоя идеальная конституция. Сейчас, одну секунду. Окей, she says, lots of people write me letters and different messages that they are afraid of being very, very thin. But actually, you have to pass through this stage. You kind of had to get, you have to get really, really thin. It's a kind of a, kind of a zero point where you get. And after that, you start building yourself. And once you start building yourself, you become neither fat nor thin. You actually become, you actually follow the template that you were created to be in this particular incarnation. Следующий аспект. Это движение. Это движение. То есть, вырабатывается вот электричество внутри. Если мы ляжем и в шивасану, это йоговский термин, шивасана. Если мы ляжем просто в шивасану, то ничего не будет происходить. Обязательно ты должен двигаться, ты должен бегать, ты должен плавать, чем-то заниматься. И тогда вырабатывается молочная кислота. Это белок. Потом это транспортируется в глюкозу. То есть, внутри происходит серьезная работа. И это еще один аспект. То бишь, движение. Так, да. If you just lie down, it's called shavasana, which is the corpse position, just like a corpse. If you are just lying down, the energy will not be produced. But on the other hand, if you run, if you move, then first lactic acid is produced by your body. Then this lactic acid gets transformed into a particular form of sugar in the body. So I think she said glucose, if I'm not mistaken. So basically the energy starts getting produced in the body by movement. So you have to swim, you have to run, you have to walk, you have to move. But it sounds so, but on the other hand, it's all constantly. There were twists, there were some serious twists, you know? So, on the other hand, it sounds like this. But on the other hand, if you look at the whole path, it's true. Yeah, and she says, it might sound to you some kind of a magic, magical process. But if we take a close look at that, in practice, it is a lot of hard work. Lots of cleansing, lots of other things, hard work. There are many years ago, when I was interested in сыroедения, because before I was 12 years old I could not be born, on the сыroедения именно I was born and born and born. And it was all good. But, you know, the information came from the inside, that it turns out that it turns out that you can't even eat sour, and not be in the raw food. That is, you have to go further. The information came from the inside. This is what I need, but why not? You know, if someone has this inner intention, you have to just listen to yourself. Yeah. Okay, when I first started being interested in raw foods, then I started doing raw foods. And that's actually, and prior to that I hadn't been able to get pregnant. But being on raw foods, I was able to become pregnant and to give birth. But at some point I got this inner voice or inner feeling that food is not necessary at all. So it might be even no food at all. It might be liquids, but the solid food is not necessary at all. So what I want to say is that you have to listen to yourself, to listen to this inner voice. Любовь, and how long ago was it when you started coming to raw food? The raw food in 2012 is already without a loss. And before this, 7 months, it was also without a loss. But since 2012 it was just without a loss. It was the time when I stabilized on raw foods. Prior to that, I had, I think she said, 7 months, but with, you know, ups and downs. But 2012 it was the time of stabilization on raw foods. So starting from 2015, I have been living pranic lifestyle, but I had 9 times going back to raw foods. Now, now, on today, it's been a great time. I'm just living. I'm not even fixing it. Before meeting, I looked at the papers. Or 3 or 4 years ago, it was an extreme change, just by tradition. Там кладут кутю, еду, ложку еды, и мне родственники просто положили ложку этой кути в рот. Любовь, это было 3-4 года назад, да? Это было давно. Где-то у меня в дневниках это есть, но это не был срыв уже. То есть я думала, что я продолжу кушать, но уже не было необходимости. И я уже не считаю, что это срыв. П can I, a spoonful, of some kind of food in my mouth. But she says, I do not consider it to be down, like to get to, because I thought I would get back to eating after that. Но это не случилось. После этого я просто продолжаю жить так. Поэтому я не считаю это как... Не как-то ошибка, но... Албина, как бы ты скажешь откат в английском? Хорошо. Какие-то, может быть, вопросы? Да. Again? Да, я не считаю это как-то заболевание. Я думал, что это будет привести к еду снова, но это не было. И она говорит, что сейчас у тебя есть какие-то вопросы? Да. Да. Первый вопрос, что вы говорите, что вы говорите. Вы не едите ничего, три года. Ничего, ничего, ничего. Ничего, 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 ничего. Любовь, Фредерик говорит, что... Я только хочу именно уточнить то, что вы сказали. То есть вы говорите, что, допустим, на протяжении последних нескольких лет, там, допустим, трех лет, вообще никакая еда, никакая вода не поступает через ваш рот, ваш организм, да? Объясняю. Вода длительное время еще была в моей жизни. И сейчас, например, был банкет, пригласил представители моего коллектива хорового, я пою, пригласили на банкет. Ну, я поставила возле себя стакан с водой, ну, чтобы их не смущать, понимаете? И до этого тоже вот было какое-то мероприятие, потому что они меня любят, я в их компании. И я ставлю возле себя стакан с водой, а некоторые люди же совершенно не в теме. И я не всем объясняю, потому что в этом нет необходимости, потому что человек не готов к этой информации. И я могу пригубить, но на сегодняшний день уже необходимости как таковой нет в этом. Сейчас немного, только переведу. So, she says, yeah, water has been present in my life for, like, for a while. For example, she says, even now, people invite me every now and then to different events. For example, she says, I've recently attended an event organized by my choir or my kind of artistic team. And I usually put a glass of water nearby, just not to, just to create good feeling with people who invite me. And every now and then I can take a little, little sip of this water, but I don't have need for that. Да, Любовь, а в отношении физической пищи именно, то есть вот на протяжении последних нескольких лет никакой физической пищи через ваш рот не поступало? В этом нет уже необходимости. То есть я порой на грани, то есть я, к примеру, делаю какие-то блюда своим родным. И, ну, например, к ребенку приходят какие-то дети, друзья там, да, сыроедики. Вот у нас есть с семьей, мы дружим между собой. Вот. И они, например, бегают там, могут какую-то малину, но там, понимаете, ну, я сделаю вид, как будто бы я готова к контакту. То есть я никого не обижаю, но я не ем это. У меня есть волшебный стаканчик с крышкой. И если люди, например, ну, родители, к примеру, этих детей, ну, не совсем готовы к какой-то информации, которую я несу, то есть что получается? Ну, я могу имитировать, но на самом деле я потом в этот волшебный стаканчик утилизирую это. То есть, ну, нет необходимости. Но в итоге я все равно об этом рассказываю, чтобы не приставали. И потом люди идут мне навстречу и уже ко мне вот не настаивают. Где вы об этом рассказываете? Еще раз? Есть у меня группа и приглашают меня порой на встречи. Там я рассказываю о этом образе жизни, который веду. Но среди людей в целом немногие готовы к этой информации. И поэтому не всегда целесообразно кричать об этом, что ты не ешь. Хорошо, сейчас я только переведу. Okay, so she says that, yes, but I definitely don't have any need in having physical food. So she says, for example, but it might happen, for example, when I invite some other family or some, or my kids have other kids over at our place because we do have good, good friendly connection with some raw food, raw foodist families. And if it comes to that, I might take, for example, I might take, for example, raspberry and put it in my mouth. But then she says, but I kind of imitate eating because I have my magic jar, how she calls it, and then I usually spit it over there at some point. But I try not to confuse people, not to create bad feelings with people, because we have to remember that not all the people are ready to receive, to accept this information that I want to bring to the world. But on the other hand, I have a group where I do share this information, and then they do not insist, like when we have meetings of this group, they do not insist, like they understand. So that's the point. То есть я отношусь к той категории людей, которые не кричат об этом налево и направо. То есть если человеку нужна эта информация, я подробно расскажу о своем пути, если он готов это услышать, если он готов делать какие-то шаги, я с радостью поделюсь опытом. Но на самом деле просто живу, просто живу среди обычных людей. Сейчас, Люба, одну секунду, я только хочу перевести это важное мысль. Так что я consider myself to be the category of people who do not shout, do not scream about this pranic living here and there. Так что все реально, все возможно. И если у вас есть внутреннее устремление к этой теме, не надо пугаться. И вот эти программы, которые навязаны нам с детства, что это невозможно, как я поняла, это не соответствует действительности. Надо прежде всего слушать свой уникальный аватар, свое тело, все свои тела, всю свою божественную матрешку. И тогда ты, наверное, выйти. То есть, если у вас есть внутренний путь, то просто слушайте это, просто слушайте это. То есть, просто обрабатывайте все эти блоки, которые наши общества или другие источники impose на нас. Потому что, из моего восприятия, я могу видеть, что они не правы. И вы действительно должны слушать всю вашу внутреннюю структуру, всю вашу внутреннюю компоненту. Еще хочется сказать о том, что многие, переходящие на облегченное питание и потом на питание светом, у них есть цель такая это сделать, но они игнорируют чистки. А потом некоторые из них оказываются в больницах и говорят, что звонят, это невозможно и так далее. Падают в маршрутных такси, не могут встать с постели. Да потому что эта халатность, это невежество. Обязательно надо почистить почки, потому что могут пойти камни. Да поработайте вы по морицу. Сейчас, я любую одну секундочку. Я люблю тебя. Я люблю тебя. So, oftentimes it happens that people who are interested in lightening up their diet or to transition to pranic living, they don't do it the right way. They just ignore cleansing procedures. And it might lead to really serious consequences when people find themselves on a hospital bed or people just faint in different places. So, first of all, you have to clean your kidneys. There is this researcher that has given us this cleansing program. His name is Moritz. Я работала по морицу. Да. Дело в том, что когда ты пьешь яблочный сок в течение недели, потом ты уже делаешь определенный рецепт. То есть оливковое масло, грибфрут, сульфат магния. Вот эти камешки, которые в печени, которые в почках, в желчных протоках, они смягчаются и они также выходят, но не экстремально. То есть безболезненно и мягенькие уже выходят из тела. Понятно? То есть обязательно... Yeah, so in this protocol you have particular recipe, you have particular protocol that involves drinking apple juice and then it also involves olive oil, grapefruit juice, magnesium sulfate or sulfate, a certain procedure. And then what it does, it softens all those stones that otherwise might cause harm. Now they get softened, and then they are in this kind of a soft way, they just leave the body. Да, обязательно надо почистить лимфу. Почему я все это говорю? Когда ты выходишь на неедение, конечно, тело многое сжигает, многое разбирает на кирпичики. Но что-то там и остается, особенно если человек в возрасте. Ага, сейчас одну секундочку. So why, she says, why I am emphasizing those things? Because, prior to that she said, you also need to cleanse your lymph. So she says, why I'm saying all that? Because, of course, when you get to the stage of not eating, lots of people get, lots of things get sorted out, cleansed, etc. But some of the things, of those things, are left there, especially in case of people who are older. Какие-то, может быть, дополнительные вопросы? Да, то есть, в отношении процесса чисток. How long does this take? And maybe you can take us step by step, what do you think, Ари? Я, он спрашивает, сколько времени это занимает, и не могли ли бы вы, как бы, ну, описать этапы этих чисток, или каждая из этих чисток? Да, это будет обращение к Альбине, которая меня как раз пригласила на эту встречу. Значит, Альбина, есть видеоролик на Ютюбе «Геленджик» на Дальменах. И там, правда, он на русском языке, и там все свои работающие чистки я поместила одну за другой, прилежно прописав последовательность. Потому что сейчас это займет много часов. Вы переведите, пожалуйста, вот эти материалы, которые я пронесла через себя, это работающие чистки, для меня конкретно, для моих родных, для моих близких, сто процентов. И я их прилежно расписала, потому что на эту тему было много вопросов. Хорошо, сейчас, ну секундочку. And she says, so here I would like to ask Albina, find a video which I made at a place called Gelendzik. And I really go into details there because I had received lots of questions about that. So this video is in Russian, but you can translate. And all the different lenses that worked for me, I really, really explained them very, very well over there in that particular video. Because now it would take a long, long time to describe all that. They are written in the video, the beginning of the comments, and there they are written in the video. I was not talking about it, but written in the video, written in the video, written in the video. Yeah, I actually have it all written below the video, all these effective lenses that I experienced, I actually written the procedures, wrote the procedures there below the video. And according to the video, what is happening in ecology, we must be attentive to these moments. The fact is that чистки are necessary, because people переходят from products of food, and many products of food, практически all of them are now, and many products of food, and many products of food, and many products of food. And the body is very agitated, so I recommend not to stop the brain, but just to stop the brain and everything. Потому что, да, тело какое-то время, оно будет в эйфории, но консерваты потом будут распаковываться и яды будут уходить в кровь и в органы. Вот оттуда кризы и ацидозы, человек пугается. Okay, so she says, yeah, therefore, I really, really recommend not to jump like cold turkey into all this subject of not eating. Because taking into account the ecological situation in which we live, pretty much all the food contains toxins in them. And people eat different preservatives, monosodium glutamate and other things. And, of course, you know, you can start going into this process of not eating and you will have certain euphoria, euphoric state during a particular period of time. But after that, all those poisons will start getting released. And then a person gets different acidosic crisis and other phenomena. So, those cleansers are really, really important. Any other questions? I have two. The last one for me, then everybody else is here. They are going to ask their questions. Her spiritual experiences with this kind of lifestyle and her health. He says, well, I will ask the last question from you, and then other people may ask them to ask them. This question is divided into two parts. So, one question is about your spiritual experience and spiritual experiences, which is related to this non-eaturing state of not eating, which is one question. And the second question is about the state of your health. How does this non-eaturing state of not eating and how does this non-eaturing state of not eating on your health? So, of course, the spiritual way in relation to the spiritual path, there exists... Существует много инструментов к переходу на пробуждение, просветление, преображение. Так вот, неедение физической еды, оно тебя выталкивает вот в это состояние просветления. Это великолепный инструмент. То есть ты постоянно находишься в осознанности. Это относительно духовного пути. Что касается состояния здоровья, вот в свои 43 года лучше я себя еще не чувствовала. Я не чувствовала так хорошо себя ни в 20 лет, даже в 20 лет я не чувствовала себя лучше, чем сейчас. Да, у тебя пониженный гемоглобин. Да, у тебя еле прощупывается пульс. Да, у тебя пониженная температура. Но все эти стандарты, они же выверены по людям, которые кушают. По обычным стандартным людям, всеедам, которые болеют. Они средний такой, усредниловка такая. То есть мы не должны равняться по вот этой усредненным, по этим усредненным каким-то цифрам. То есть при том, что я сейчас перечислила относительно себя, лучше я себя еще не чувствовала. М่-otto Trend are corona. Мой организатор. Хотя негатив нет их ощущения и сниженияOSH в общап broczных растениях. Ты имеешь в виду... То есть снижение микроклоприк можно видеть у тебя, то есть они целетелиarte мыasp員аты. Ситируйте, parentheses ваши тонкие demonstrates兩個 организатора. И что мы должны отправлять, что все эти техники находятся плюсы и со음ппетMatů Многие увлекаются воздержанием от сна, как астезой. Но я заметила, что можно пойти с другой стороны, если ты не кушаешь, сон уменьшается, уменьшается, а потом его становится мало в твоей жизни. Мне даже нравится, когда он меня настигает. Потому что я человек творческий, меня выбрасывают в такие миры интересные, в такие реальности, где я в осознанном сновидении действую, я либо летаю, либо общаюсь, взаимодействие происходит постоянно. Почему я люблю это? Потому что я креативный человек, и я лукид мечтаю, у меня лукид мечтание, и в этом лукиде мечтание я либо летаю, либо коммунистую, либо другие вещи. Но там тонкая грань между медитацией и сном, как таковым, именно в этом состоянии, в котором я сейчас пребываю. Там тонкая очень грань, и есть этапы. Но есть такая грань между медитацией и сном, как я описываю. Так что есть определенные уровни, определенные этапы, когда мы говорим о всем этом обществе. Какие-то, может быть, вопросы еще есть. Так что, у вас есть еще вопросы? Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задайте вопросы. Мэрилин Монтон, да, welcome. Вы верите в солнце, что это хорошо для дрифастинга? Она спрашивает практика смотрения на солнце. Хорошо ли, как бы, верите ли вы в эффективность этой практики, вот, и хорошо ли сочетать эту практику с сухим голоданием? Великолепно. Но как делаю я? Я все равно не смотрю на открытое солнце. Я выбираю себе дерево, либо куст, и смотрю сквозь листву. Я нигде об этом не читала, я сама пришла вот к этому, о чем я говорю. То есть, мне так удобнее. Я сажусь, к примеру, позаниматься, да, там, поделать аннулому-велому, какие-то практики свои любимые. Сажусь где-то на зелень, на траву, и смотрю на солнышко не только на восходе, когда оно красное, и оно набирает силу, но и когда оно уже в полном своем рассвете, то есть оно уже солнце в зените. Но тогда я смотрю сквозь листву, свет рассеянный получается. Окей, и она говорит, да, я никогда не читала об этом. Это что-то, которое я пришла, based on my own experience. Но это может случиться, например, когда я уезжаю, я делаю разные спиритические практики. И она говорила одну практику, я не знаю точно, что это означает, some kind of breathing or meditation. And then she says, but then I can gaze in this way, through a tree or through a bush, at the sun, gazing through the leaves, and not necessarily just when it's rising, but also when it's really, you know, when it's like in the middle of the day, in the middle of the sky. So that's, she says, that's how I do that. На переходных этапах ты заряжаешься не только от земли, вот как я перечислила, не только от воды и так далее, но и от солнышка. Как батарейка ты заряжаешься, то есть фотосинтез, вот как растение, оно напрямую взаимодействует с этой энергией. Так и ты, только в чистом состоянии, когда твое тело чисто, ты вот так великолепно, потрясающе взаимодействуешь с тем же самым солнышком. Так, да. Так, да. Так, да. So, she says, previously I mentioned that you get charged from the water, from the earth, but it also relates to the sun. When your body is clean, your body has been cleansed, you can really, really charge yourself from the sun, Я повторяю, тело должно быть чистым, понимаете, тело уникально, оно, конечно, может приспособиться, но обязательно будьте внимательны, чтобы кишечник, по крайней мере, был точно чистым. Вы имеете в виду, когда человек занимается смотрением на солнце, да, или вообще в принципе? Смотрение на солнце, это как еще один аспект, который я перечислила до этого, то есть это как еще один аспект, а я уже продолжила тему, то есть я уже обобщила и продолжила. То есть вы имеете в виду, чтобы кишечник был чистым, когда человек находится в процессе перехода на неедение, да, вот это вот то, что вы имеете в виду, да? Да, это будет грамотный подход. Yeah, so cleansing in general, specifically cleansing the bowels, when a person is in the process of getting rid of physical food in their lives. Okay, any more questions? Okay, especially если еще вопрос? Спасибо. I have questions. Sorry, who is jumping up? I had my hands up. Who is jumping in? Can I ask my question? Yes, please go. Can you? All right, right. I have two sets of questions. One is on a more physical material question. You mentioned that your body temperature is lower. Do you feel colder or can you actually withstand less temperature outside? Let's say, you know, if it's zero degrees, but you don't need to wear that much clothing. Okay, just let me translate. Let's go question by question, so that we don't lose the train of thought. Любовь, значит, она спрашивает, ну, у нее есть несколько вопросов по разным темам. Первая тема, это, вы упомянули, что тело становится холоднее. Вот, и она говорит, значит ли это на практическом уровне, что вы более чувствительны к холоду или наоборот, что вы можете, как бы, находиться на более низких температурах и не ощущать температурах и не ощущать дискомфорта? У меня были периоды, когда было холодно. На переходных этапах, когда тело чистится. Да, его морозит. Перестройка организма происходит. Но спустя время... Я при русских зимах, вы сами понимаете, я могу медитировать на снегу. И меня муж забирает просто с улицы, если он смотрит, что уже я долго там сижу, он меня забирает с улицы, и он говорит, ты мне пока нужна. То есть ты становишься к холоду. Более адекватен. И к высоким температурам. То есть у тебя наступает некая золотая середина, и ты адекватно, гармонично относишься и когда низкие температуры, и когда высокие. То есть в стабильности ты находишься. То есть ты находишься. То есть ты находишься к холодной температуре, и ты находишься в очень низкой температуре, очень низкой температуре, и ты их поддерживаешь очень хорошо. Но я не могу сказать, что я не хочу идеализировать. То есть понимаете, все бывает. То есть если ты долго уже находишься, ты как-то все равно чувствуешь температуру, но это не сравнить с тем, что было прежде. Понимаете? Относительно дыхания. Относительно дыхания. Я призываю не пугаться, если вы перейдете на этот режим, что происходят такие этапы, когда ты не дышишь. То есть когда ты поешь или ты разговариваешь, ты дышишь. Когда ты уходишь в медитацию, либо ты в своем естественном пространстве, то есть никто тебя не дергает. Просто ты находишься в своем пространстве, где ты что хочешь, то и делаешь. А случается так, что на разное количество времени отключается дыхание. И ты при этом сначала удивляешься этому всему, а потом просто это уже нормальное состояние. Да, но каждый сейчас и тогда, когда ты находишься, когда ты идешь в медитацию, или ты в твоей личной специи, ты просто... Ты как разоградаешься. Ты как разоградаешься. Ты не будешь прийти. Ты не будешь за это. Ты не будешь за это. breathing because this is part of once a person is in a state of being as you are probably you can do yeah six minutes maybe i don't know but generally when you're cleansing yes there are types or times that you could actually use the buiteko breathing or you know the wimcock method whatever just to because apparently that helps with the cleansing of the body with the co2 i'm not technically aware but still okay so have you timed yourself is the question how i говорит она говорит что да в этом как раз заключался мой второй вопрос в отношении но в отношении разных различных физических проявлений замечали вы когда нибудь время сколько лет вы были без сколько они лет сколько минут вы могли находиться без дыхания потому что человек который находится как бы в состоянии чистого бытия он может довольно длительное время находиться без дыхания вот и ну вот как когда мы конечно чистимся то есть разные методики дыхания методика бутейко методия вимхо методика вимхоффа вот но вопрос заключается в том замечали вы сколько времени вы могли находиться без дыхания отвечаю когда впервые со мной это произошло когда я была удивлена я засекала то есть это это были минуты было такое что было пять минут потом ты уже не обращаешь внимание на часы потому что это тебе не нужно но вот кто-то заговорил с тобой или по телефону ты общаешься дыхание как будто бы восстанавливаются как только ты в своем пространстве это знаете как по мегапикселям просто вот такой расклад происходит и ты как бы соединяешься вот с этим пространством ты есть все и уже время оно просто сквозь тебя течет оно уже не имеет никакого смысла yeah so for example when you talk to someone when you have a phone conversation you can you kind of resume like breathing resumes itself but once you have stopped doing it you got back to your personal space it's kind of you know it's like all the picture some kind of gets apart and then you you are again one united with the space and time doesn't matter anymore it just kind of flows through you so and then вот и в таком состоянии дыхание снова как бы прекращается или может прекратиться да ну вы знаете по-разному постоянно происходит нет категоричности то есть вот все течет все двигается вот как приливы отливы вот так же и здесь здесь нельзя сказать четко вот знаете какие-то границы их нет как будто бы вот ты просто живешь наслаждаешься жизнью то есть какие-то может быть еще вопросы great i do have my last question thank you um before i ask my question i just wanted to say usually i prepare myself by watching a lot of videos of the person i'm asking the question apologies i haven't seen many of your videos so you might have even answered it there but i understand that you are married you have a partner lover you know a man in your life and children what would you say or do you still have attachment or how do you deal with attachment in your life or does this exist at all or has it moved to a different level of communication and interaction with your own children with your partner in a in a loving romantic relationship or do you feel that connection with many other people not necessarily you have to consume it through making love let's say but i'm just saying how do you deal with attachment and communication with different people that are different from you meaning that they are not on this path as you are okay ну она спрашивает вот она изменяется заранее потому что обычно когда приходит какой-то гость к нам или какой-то там какой-то человек она старается посмотреть как можно больше видео с записями этого человека для того чтобы узнать какие вопросы были отвечены каких-то нет вот с вами она как такого сделать не смогла вот поэтому она за из меня изменяется вот но она говорит что она знает что вот у вас есть муж что вы замужем у вас есть дети вопрос заключается в том и если у вас до сих пор какие-то привязанности то есть вот как как вот как бы мы вы могли бы отнестись к этой теме привязанности в семейных отношениях к детям к другим людям к отношениям с людьми или привязанности уже не существует не существует эти отношения как бы перешли уже на более высокий уровень я считаю так если моя душа выбрала в этом воплощении все-таки семью а не быть отшельницей значит в этом есть зерно и поэтому у меня есть обязанности моя дхарма то есть мой ребенок да он должен чистоплотно пойти там поиграться да он должен хорошо выглядеть мой муж должен быть расчесан у него должна быть там то есть свои обязанности я выполняю но привязок при этом нет окей я могу жить и без этого но и раз уж так сложилось и у меня благополучная семья я являюсь берегинюшкой и уютом для своей семьи окей so she says she says because my soul has chosen in this particular incarnation this path of being a married woman i have particular duties she used the word dharma duties as a married woman и ступ вот оттачем на При всем при этом очень много вопросов относительно интимных отношений. На переходных этапах, когда тело чистится, избавляется от ненужного балласта, эта тема временно перестает тебя интересовать. Бывают даже периоды, когда ты не понимаешь, ты мужчина или ты женщина, потому что ты все. Но с течением времени ты как будто бы собираешься. И ты уже в чистом состоянии понимаешь, о, я же прекрасная женщина. И уже из этого состояния, когда ты занимаешься любовью с человеком... Ты занимаешься любовью с собой. You are actually making love to yourself. То есть он есть ты. Because this person is you as well. И это непередаваемо. То есть словами это невозможно объяснить. And you cannot really convey it with words. Вот настолько это единение. You cannot convey this kind of union, unification. Вот такой ответ. So that's my answer. Спасибо. Пожалуйста. Любимые мои, мы наверное будем закругляться. Уже потихонечку будем заканчивать. Да, солнышки? плюс. Пост chromeостные мэрифы? Полный внезапиум. Субтитры создавал DimaTorzok Окей, но я прежде всего сказал, что мы уже скоро будем закругляться, вот, и у этого человека есть вопросы, когда вы находитесь в состоянии бездыхания, то есть в каком состоянии находятся ваши легкие, то есть освобождаются ли они полностью от кислорода или там что-то посрединке, как это происходит? Полностью освобождение не происходит, потому что мы здесь находимся в плотном плане, и тело, оно уже на физическом плане находится, и все равно оно оставляет для себя ровно столько, сколько это необходимо. То есть здесь нельзя ответить категорично. Относительно воды, к примеру, есть внутренняя вода, но если телу нужно, вода берется телом из воздуха. Так же и воздух. Если телу еще что-то необходимо, оно возьмет. Потому что у нас уникальный аватар, и человечество недооценивает свое физическое тело. Но то, что в эти моменты происходят, конечно, феноменальные вещи, это, к моему большому удивлению, просто восхищает природой прежде всего. Но мы же часть природы. Особенно прекрасно, когда ты находишься среди единомышленников. Потому что, когда ты попадаешь в среду, где совершенно люди не знакомы с этой темой, там приходится работать. То есть ты как будто бы подтягиваешь остальных. Кого-то ты исцеляешь. Кто-то раз и включается в осознанность. То есть происходят вот такие интересные процессы. Да, но вообще, к сожалению, the most fascinating thing is to be в группе of like-миндед людей. Потому что если вы в группе, которые не знакомы с этой темой, то нужно как будто бы их на определенный уровень. So, in the case of my person, one person, it might be you heal that particular person, or the other person just some kind of gets more conscious in your presence. Раз уж мы сегодня с вами собрались. And because we have gathered together tonight. Я скажу вам работающую технику. I want to show you a technique that works. Если вы не поленитесь. If you won't be lazy enough. И будете прилежно выполнять ее. And if you will perform this technique diligently. Результаты будут потрясающие в этой теме по переходу к питанию светом. You will get amazing results in this realm of transitioning to a pranic living. Итак, теперь по порядку. Первое. К примеру, вы лежите, или вы сидите, и вам необходимо сделать что-то, а вам, ну, совершенно не хочется вставать, идти и совершать какие-то действия. Вы с любовью и благодарностью отдаете приказ своему телу. И вы говорите, я встаю, и я иду и делаю то-то, то-то, то-то. Ну, к примеру, вытираю пыль, да, сажусь в медитацию. Или какие-то действия еще произвожу. Далее, второй пункт. Вы абстрагируетесь, да, абстрагируетесь, как бы отделяетесь. Вы абстрагируетесь, то есть отпускаете то, что вы сейчас произнесли. Вот вы сконцентрированно произнесли то, что необходимо сделать. И вы абстрагируетесь, то есть отвлекаетесь на что-то. И третий пункт. Вы будете удивлены, что ваше тело встало и совершенно самостоятельно. Вы же абстрагированы. Ваше тело начинает выполнять вашу команду. Оно идет, там, вытирает пыль или поливает цветы, или там садится в медитацию, что-то, то, что вы приказали. Окей, and then, and the third one, the third point, you will be surprised to see that even though you have released it and your attention might be now somewhere else, your body is operating according to your command. So, it's going and sitting in meditation, watering the flowers, cleaning something. You'll be really surprised seeing that. И теперь квинтэссенция. And now the summary. Когда, то есть я не случайно это все рассказала, когда ваша рука потянется к еде, вы этой руке, то бишь своему телу, отдаете приказ. У меня отсутствует аппетит, говорите вы. И вы заметите, и вы заметите, но должна быть, должна произойти затяжка, то есть где-то около минуты. Вот понимаете, там на тонком плане происходит процесс чуть-чуть с затяжкой, в отличие от физического плана. Вот вы отдали приказ, и вы заметите, как рука не возьмет яблоко, либо что-то там она хотела взять из еды. Она просто оп и отдернется. То есть вас слушает ваше тело. So you will see that your hand, when you give this kind of a command, your hand will not take this apple or whatever. It will just move away from it. But it might be with the delay, because on these subtle planes, in relation to our gross plane, there might be little delay. So it might be a delay of one minute or something like that, that you will have to wait. But after that, you will see that your hand is moving backwards. То есть что происходит? So your body will listen to you. That's what she said in the end. So what is happening here, actually? То есть вы просыпаетесь и становитесь хозяином ситуации и сценаристом своей жизни. И вами управляет уже не кто-то, а вы сам управленец. А это не что-то, но вы контролируете, Всё. И это всё. Спасибо. Спасибо большое. Арик, у меня была вопроса, очень быстрее, в группе, когда мы начали. Есть ли какие-то разные способности движения, которые она чувствует больше полезной? Только это, и вот это, пожалуйста. Спасибо. Окей, Любовь, последний наш вопрос, который мы получили в WhatsApp, в нашей группе, это, могли бы Вы порекомендовать какие-нибудь эффективные упражнения именно с физической точки зрения? Эффективные физические упражнения? Да. Первое. Первое. Купить доску садху. Это гвозди. Гвозди. Стояние на гвоздях. Это гвозди. Гвозди. Стояние на гвоздях. Начинать с 60 секунд. Полминуты. Это начать. И каждый день, в обязательном порядке, стоять на гвоздях всю жизнь. Начинать с полминуты, да? С полминуты. Сегодня полминуты, завтра, послезавтра. Потому что на стопах это пульт управления всем телом. Там все важнейшие точки организма. И они стимулируются. Второе упражнение. Второе упражнение. Уши. Растираем уши. Это второй пульт управления организмом. До красноты. Вот прям мнём их, крутим. Вот по полной программе. И, конечно, я от всей души рекомендую бегать. Не быстро. Не быстро. И, конечно, я рекомендую тебе бегать. Такой естественный, медленный, естественный бег. Потому что работают все мышцы организма. И это очень гармонично. для тела. И теперь самое главное. И теперь самое главное. Пойте. Синг. То есть вибрато. Должно быть вибрато. 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 Будь да виний язык. Да в линий язык. Пойте. Ну т bör putting на иг感じ. Да И значит... Музыки высших сфер уже звучат в вас внутри. And then you get to the point when those high music from the high spheres of being start sounding within yourself. Благодарю вас. Всем желаю счастья, любви. Благодарю вас. Я желаю вам счастья и любви. Спасибо. Мы будем тебя снова. Вы очень хорошая учительница. Спасибо большое. Он говорит, что вы очень хорошая проводник, очень хорошая учительница всех этих вещей. Материнская энергия. Люблю вас. Я просто обжаю тебя. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Окей, большое спасибо. Всего доброго.